Всем привет, друзья, ребята, с вами Иран, и мы продолжаем прохождение сифон-фильтра первого на первой PlayStation. Ой, сифон-фильтра второго, прошу прощения. Через эмулятор DuckStation. Самолёт. О, а вот и он, старикан. В костюме. На Ельце он чем-то похож. В очках какая-то охрана. Опа, смотри-ка, сейчас он ему покажет. Пах! Всё, вот тебе твоя работа. Чикнули тебя. В лобешничек. Заправьте этот самолёт. Есть для вас ещё одно задание. Ещё одно задание. Никто не должен, короче, говорит, выбраться от седова. Ага. Какого-то челика гасанули, за что непонятно. Авиабаза Маккензи. Агент Лианзинг. Вы сбежали из изолятора авиабазы и сделали себе укол адреналина, чтобы замедлить действие вируса сифон-фильтр. А, так она заражена. Теперь вам нужно попасть в диспетчерскую башню базы и угнать вертолёт. По возможности, понаблюдайте за Морганом и его людьми, чтобы как можно больше узнать о планах агентства. Терсонал авиабазы считает, что вы террорист под карантином и будет стрелять без предупреждения. Избегайте обнаружения и используйте несмертельное оружие, чтобы устранить любые препятствия на вашем пути. То есть, короче, нам даже нельзя никого выносить. Мать Тереза! Нормально. Лучше? Лучше. Беллот. Короче... Чё мне мой тайзер не даёт, стреляющий? Тайзер мой забрали. Так, короче, этот убежал. Всё понятно. Это вот только со спины подкрасться. Только такой варик работает. Так, уходим. Всё, валим от седого. Так, это, короче, куда-то погнал. Дал дёру. Не обязательно их, на самом деле, всех вырубать. Потому что... Всё равно мы мимо пройдём, считай. Он же уже никак сюда не придёт. Правильно же? Правильно. Так, чё у нас такое? Открытая какая-то местность. Открытая местность вообще какая-то опасная. Это скажу вам более того. Где ты был? Где ты был? Да, сэр. Я должен быть у главных ворот вовремя. Если я опоздаю, то выгоню тебя, Герман. Простите, сэр. Я доведу. Герман. Фашек, что ли? Что здесь фашки делают? Ух ты. Хоман. Хоуман. Да ты гонишь, говорит. Сейчас мы его заставим всё рассказать. Ну-ка, иди сюда, пёс. В тёмных очках. Куда-то... Ой, машина уехала. Так, ну ладно. Ой, здрасте. А у меня в кустах не палят, интересно? Или палят? Так, двое, короче, ходят. Не видит. Смотри-ка, смотри. Смотрит, не видит. Так, короче, тут двое. Да посмотрим карту. С тобой должна же быть карта, правильно? Очевидно же. Ух, ни хрена себе. Ты сколько нам сегодня с тобой проходить-то? Проходить не проходится. Так, угнать вертолёт. Всё понятно. Устраните... А, устроить диверсию, чтобы попасть в башню. Сдайте... Чистоту датчик. Что-то я уже даже засыпаю. Таких миссий. Найти оружие с глушителем. А, местоположение неизвестно. Вообще кайф. Спасибо. И как здесь проходить, простите? А, короче, он, смотри, спиной поворачивается. Сейчас за него подкрасться к нему. Этого вырубить. А там кто ещё ходит? А, это он. Это он же. Надо его здесь чикнуть просто. Чик, отдыхай, братан. Так, к тому надо подходить? Нет, не надо. Он далеко. Далеко-далёхонько. Дальше идёт? Нет, не идёт. Прикинь, что сюда подойдёт, и этого спалят. Если он его спалит, то это будет трешак вообще. Нет, не спалят. А, ну ему, да, ему вообще какое дело. Здесь каждый сам за себя, короче, на этой базе. Всё понятно. Нам с тобой... Короче, я не знаю, как нам с тобой надо. Если честно. А, снайперская винтовка. Ну, на шоу, прикинь. Всё, хорош. Снайперская винтовка с глушителем мы с тобой раздобыли. А нам с тобой нельзя их вообще, что ли, убивать? Я не понимаю. Задание. Так. Так, подожди. Условия, условия давай. Никого не убивать из персонала авиабазы. Не поднять тревогу на базе, не убивать Холмана. Прикол вообще, слышишь? То есть, короче, нам нельзя использовать снайперскую винтовку, чтобы его гасануть. Придётся использовать электрошокер. Очевидно. Почему нет стреляющего тазера? Он от другой стороны, видишь, поворачивается. Короче, нам с тобой этих солдат убивать нельзя. Они, по всей видимости, на нашей стороне. Как бы, но они этого просто не знают. Я так и думал. Всё как обычно, ничего нового. Всё, отдыхай, братан. У тебя сегодня выходной. Так, здесь, наверное, нас не пустят, да? Очевидно, потому что там темно. Нет текстур. Так. Ладно, хорошо. Снайперскую винтовку мы взяли. Тогда для чего нам нужна снайперская винтовка? Если здесь никого нельзя убивать. Это странно очень. Но, по крайней мере, мы выполнили хотя бы задание. Ладно. Я сохранюсь на всякий случай. Так, идём дальше. Давай поднимемся здесь наверх. Какая-то труба у нас с тобой. Дымная банька, наверное. Банька-парилка. Военная банька. А что здесь ещё может быть-то, правильно? Ничего же не может быть другого. Кроме как баньки. О, ребята отдыхают. Не знаю, как их, правда, чикнуть. Что они вдвоём стоят. Наверное, сейчас разойдутся. Это же, понимаешь, это же не Том Клентин Сплинтерселл. Сплинтерселл, в принципе, примерно в те годы тоже выходил. Где-то на... В начале двухтысячных. Пойду проверю. Как говорит, слышал, говорит. Слышал, что говорит. Не знаю, пойду проверю. Ну, иди. Сейчас посмотрим, сколько из страны он будет обходить. С этой стороны обходит. Куда он идёт? Ты куда прёшься-то? Здорово. Тревога. Здесь нарушитель. Никаких нету нарушителей. Успокойся. Обнаружили бабу. Далеко вайканька. Нет, мы с тобой вот так сделаем. Ты слышал, говорит? Слышал, говорит, что? Пойду проверю. Давай думать теперь, что нам с тобой делать. Как здесь проходить. Нужно, так сказать, оценить обстановку, потому что там с тобой как проходить. Этот, короче, сейчас пойдёт проверять. Можно знаешь, как сделать? Можно, короче, встать сбоку просто. Я понял, как можно сделать. Сейчас мы с тобой просто здесь сохранимся сразу. Так вот, F3. Так. Мы с тобой, значит, сделаем вот так. Вот так вот сюда. Так вот сюда. Не знаю. Пойду проверю. Вот, смотри. Этот, короче, пошёл проверить. Сейчас мы это аккуратненько обходим. Я просто боюсь, что сейчас его спалят, и всё. Если я его вырублю. Я хочу, чтобы мой вертолёт был готов к немедленно взлёту. О, Морган! Готовьте ещё один вертолёт. Остальной груз в порядке. Сейс-фарком запад на месте. Сэр, F-22 заправленный и готов к взлёту. Но груз, которого вы ждёте, ещё не прибыл. Здорово. Надо их сразу вынести, и всё. Я считаю, что вы миссия. Их радио, и спросите у Холлмана, в чём дело. Нам не нужны задержки. И куда мне идти, простите, если он тут... Вы серьёзно? Ой, ребята. Я просто угораю вообще. Прикинь, меня не заметил. Что это такое? Ребят, где вас обучают вообще? Это явно какая-то армия коллег-инвалидов. Агентство собирается сбросить на гору конкурс с первым пожелением. Ага. Необходимо остановить. Я понимаю. Я захвачу пилоту и помешаю взлёжу самолёту. Думаю, у Гейба будет достаточно... Захвачу пилоту и помешаю пилоту самолёта. Ясно. Поняла тебе. Конец связи. Ага. Окей, баба. Ну, вообще-то, как бы он уже свалил. Если что, так на минутку. Если ты ещё не в курсе, могла бы с ним связаться. Так, здесь ящички, за которыми, скорее всего, надо прятаться. Единственное, что лучше не делать, чего лучше не делать, это не бегать. Не бегать. Знаешь, почему? Не бегать. Потому что, если рядом с против... Прямо в упор с противником бегаешь, они слышат тебя сразу, поворачиваются. Переключатель. Ага, ворота. Давай закроем. Так, может быть, нам сюда? Как думаешь? Я думаю, да. С несмертельным вообще... Должны быть, по сути, гранаты с кикнутой несмертельным, что называется, газом. Я знаю, сэр. Извините, сэр. Всё в порядке, сэр. Я в порядке положении, и у меня разрешение башни. Я всё ещё жду по грузу. Там какая-то задержка у главных ворот. Я же говорю, груз ещё в пути. Сейчас мы здесь просто спрятимся, и всё, он её не спалит. Так. Как он сказал... Как она сказала устранить пилота? Сейчас будем устранять тогда. Браток. Прости, но мне придётся тебя устранить. Ты не военный, поэтому тебя можно кокнуть. Прям в лобешничек. Бабах! Всё. Челик. Полёты отменяются. Сорян. Кажется, это всё было бы очень интересно. Может быть, надо было просто... Как бы... Как-то сломать самолёт, в конце концов. Там уничтожить что-то там попало. А, вот, смотри, панель доступа. Хоринакс. Всё. Гейб, ты приехал уже? Кого поезд ждёт? Гейба поезд ждёт? Кто-то идёт. Отвлеки его, баба, на себя просто там... Не знаю... Привлеки там каким-нибудь разговорчиком о погоде. Как-то вот это обычно умеете делать. Заболтай, короче говоря. Всё. Отдыхаем. Отдыхай, браток. Мы тебя не будем гасить. Так и быть. Баба сегодня добрая. Ей сказали никого не убивать. Поэтому у неё сегодня хорошее должно быть настроение. Так, погнали. Открываем дверь. Обратно. Получается, какие мы с тобой задания это выполнили? Давай посмотрим вообще. Что мы с тобой сделаем? Какие задания у нас с тобой? Допросить холмана. Устроить диверсию, чтобы попасть в башню. Узнать в чистоту датчику. Угнать вертолёт. Так, никого не убивать из персонала авиабазы. Ну, это мы помним всё. Мы помним. Так. Ладно, ещё раз сейв. Не люблю... Вот я сколько раз говорю, ребятушки. Я не устану это повторять, что я не люблю скрытные миссии вообще. Они всё равно нас сейчас не спалят. Они скорее всего по кругу пойдут, да? Ты куда-то не туда, по-моему, идёшь? Как мне кажется. Очевидно, не туда идёт. Фонарь. А кто заметил? А кто меня заметил? А кто меня заметил-то? Чё... Чё за бред-то? Вы чё-то это самые сказочники? Ещё разок давай тогда. Кто-то меня спалил. Так, это сейчас пойдёт сюда проверять. Правильно я понимаю? Смотри, здесь идёт, а тут не идёт. Так. Сейчас мы лампочку эту просто разобьём и всё. Всё. А, меня... Короче, он здесь вышел. А даже не стреляет, смотри, по мне. Ну, правильно, зачем по мне стрелять-то? Я же добрая тётка. То есть у нас с тобой надо... Погоди, у нас с тобой надо, может быть, этого чикнуть сначала. Тогда мы сейчас его чикнем просто. Надо как-то подумать, как его вырубить просто. Ну, сейчас сюда пойдёт, правильно? Да куда-то вот ты не можешь в другое место пойти. Да почти... Я почти попал. Я почти попал. Почти попал. Давай я думаю тогда, что делать. Смотри, сейчас они должны будут выйти, правильно? Мы с тобой должны будем сейчас разобраться, что нам с тобой как делать. Можно будет того чикнуть, потом этого чикнуть. Правда, на это уйдёт много времени, я понимаю, но... Смотри, сейчас будет у нас с тобой тактика. Так, а если этот стоит, значит, он смотрит в эту сторону, получается. Правильно я понимаю? Надо вот так вот к нему просто подойти со спины. Она ещё долго начинает вот это вот своим шокером бить. Всё, ребята. Давайте в отпуск. Так. Сохранились. Идём дальше. Хорошо, пусть так. Пусть так. Хотя бы мы с тобой двоих тогда вынесли. Их, так сказать, порешали на всякий случай. Лампочку разбиваем сразу, потому что лампочка у нас сразу здесь так устроена. Прожектора, что они особенным образом передают информацию, по всей видимости, главным базы старшима, поэтому нас обнаруживают. Тут кто есть? Никого нет? Здесь никого нету. Куда сиделись-то? Что там просто машину надо запрыгнуть? Нет? Там вроде как-то что-то я припоминаю, машина, по-моему, должна ехать. Или нет? Или не должна? Или я чуть не знаю. Или вообще их не надо было убивать. Они, может быть, вообще должны были на машине ехать. Контрольная точка. Они-то не должны были мы ехать на машине. Здрасте. Какая-то машина едет. Первая. Так, здесь, короче, двое ребят стоят. А, там ещё один стоит. Даже троих стоит. Чё-то мы, короче, прозевали этот момент. Надо было бежать за машиной. Интересно, вторая поедет? А, вторая едет. Всё. Прямо, короче, вдоль машины надо будет сейчас бежать. Вместе с тачкой смотри, как хорошо идём. Ай! Может, не надо было за этот ящик вставать? Как думаешь? Я просто не знаю. Нет, надо было, наверное, встать всё-таки за неё. Он не пойдёт, ничего проверяет, братан. Тебе никуда не надо? Походу, ему никуда не надо, видишь? Может, надо было наших сделать? Надо было по-другому сделать. Нам всего надо вот туда, по всей видимости, в этот проход. Ну, вы, ребята, вообще просто имбовые. Я не могу. Это... Это просто вот... Вот... Я не знаю, у меня слов нет, насколько это странно просто. Что они дальше своего носа ничего не видят. Конечно, нам же это на руку. О! Холлман и Морган, здорово, ребята. Чё, всё прогуливаетесь? По своей базе? Никак не нагуляетесь? Сейчас мы вас туда пойдём чикать. Так, чё у нас с тобой узнать? Статут переда... Опять ты. Вот вы клоуны-то одинаковые, а? Как под копирку. Так, всё, развернулся, он ушёл. Все гуляют. Прохлаждаются по базе. А, во, подошла баба. О, бабища! Доктор. Смотри. Вот смотри, она сидит. Неужели они не видят? Ой, бред. Люди в чёрном, смотри, какие... Челики. И проследи за загрузкой F-22. Потом зайди в информаторий и посмотри, что задерживает этого медика. Ладно, мне ждать здесь. А ты подготовь вертолёт ко взлёту. Как только Холлман вернётся, Я хочу, чтобы ты лично... Такие колёса, посмотри, просто. Это не колёса, это просто какие-то колёсища. Целое колесо, цельное, просто длиннющее. Как на тракторе. А, Кривис, только не убивай его раньше времени, пока он тебе не расскажет. Хорошо, конец связи. Хорошо, конец связи. Такая добрая, я прям не могу над тобой. Так, пока он ещё не расскажет, но мы его не будем убивать, так и быть. Кто там идёт? Это он идёт, что ли? Том, походу, да? Я могу обойтись без эскорта, Герман. Простите, сэр. Герман. Тебя не просили о помощи. Или, короче, за Германом этим? Герман. Сейчас мы вотчикнем. Всё, отдыхай, Герман. Так, сохраняемся. Побежали за тем челиком. Можно было, правда, так и быстро пройти, на самом деле. Я думаю, что... Опа! Сейчас мы его как... На, собака! Аж очки свалились, смотри. Всё. Смотри хоть на мир без очков, без своих чёрных. Здорово. Чё говорит, хорошо, Гульш. Я... Ты сбежала. Леон. Слава Богу, говорит, ты сбежала, слышь. Я знаю, что ты замышляешь. Я ж просто пытался всё украсть. Вытащить тебя с базы нет. Чё-то, кажется, он загрузил вирус, она говорит. Что, чтобы уничтожить выживших? Нет. Это неправда. Нет, это неправда. Ты лжец, Холмон. Ты лжец. Ещё один проваленный с тобой тренировочный курс. Ещё один проваленный тренировочный курс. Бабах! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Помогать Моргану. Теперь ты с одной коленкой будешь Моргану помогать. Забрать диски с информацией был следующим заданием. В Нью-Йорке. Просто его приказу. Мы все следуем приказу, мужик. Давай, ну-ка сейчас его. Бах! Оп, патрон нет, прикинь. Всё. Теперь будешь ты в муках умирать, братан. Может быть поймёшь. А может и не поймёт. Да. Босс-то у них лютый. Тот ещё злодень, я вам скажу. Не выполнена контрольная точка. А как-то дойти. Ох, ребята. Смотри, прикинь, прям здесь на выходе его поймали. Смотри, вообще его даже не видят. Челики. Вообще просто такие. Я такой выхожу, раз, здравствуйте. Ничего не видят. Ну и правильно, они же на нашей стороне, поэтому они ничего не видят. Им и не надо ничего видеть. Так, эти все отдыхают. Всех мы вырубили. Так, может здесь что есть? Такое, смотри-ка, колёсище цельное просто, как у трактора. Куда вам такие колёса-то, не понимаю. Я понимаю, что это просто прорисовка такая. С вами идём дальше. Куда-то! Не успел. Не мог он меня успеть обнаружить, это бред. Так, идём дальше, обратно. Эти, главное, мне не палят всё нормально, всё в порядке. А этот палит, прикинь как. Вот если бы мы не успели бы к нему подойти, сейчас он бы туда вышел и всё. Мы бы его уже никак не чикнули. Так. Я слышу, как он шагает. Ну, по крайней мере, я слышал, вроде как. Шажок. За шажочком он идёт и разворачивается обратно. Правильно? Так и надо. Ох, здорово. Ох, прикинь, не заметил меня, ха! Вот так вот сквозь текстуры надо бить. Сбоку. Правда, реально, тазерку это... Ну, такой себе тазер. Мне тазер намного больше нравился, когда стреляющий. Правда, тот сразу поджигает. Я раньше в детстве думал, что это правда, что такое существует. На самом деле, ребятушки, нет. Такого не существует. Тазеры есть такие стреляющие, но они никого не поджигают. Они вырубают так же. Так, а что нам с тобой? Где идти-то? Здесь, с этой стороны, или стой? Не понимаю ничего. Ага, здесь, смотри, как всё люто оказывается у нас с тобой обустроено-то. Так, нам с тобой, если этого как-то кокнуть, чикнуть, вырубить... Ну, думаю, что те не спали-то задалека, там слишком далеко. У них прорисовка просто расстояние. Тут прикол в том, что здесь как бы... Вот именно вот это вот говно. Всё. Вот так вот мы его чикнем. Короче, этого можно с тазера. Мы с тобой вырубили свет специально для того, чтобы нас фонарь не спалил. Если в тебя видит фонарь, он сразу тебя палит. Это я напоминаю просто об этом, что... Если тебя видит фонарь... Фонари здесь могут видеть и врубать тревогу, да. Как бы это ни звучало странным, может быть смешным не показалось, но, ребяточки, это правда. Тут, как говорится, без приколов. Без приколов, без проколов. Это у нас с тобой сущая правда. То, что придумали разработчики, то они придумали. Всё, этот отдыхает тоже у нас с тобой. Так, у нас с тобой база. Соответственно, мы туда сейчас пролезть и просто так не сможем. Как вариант, у нас с тобой пройти сейчас туда. Смотреть, что у нас с тобой здесь. Да, миссия действительно долгая и напряжная. Но это, по-моему, одна из немногих миссий, которые надо проходить скрытно. Поэтому здесь особо переживать не надо. Так, что мы с тобой можем сделать? А, нам с тобой, наверное, может быть подожди. Может к машине подойти? Нужно устроить диверсию. Я что-то вот... Что-то как-то припоминаю. Так вот, краем уха, краем глаза. Что нужно... Что-то сделать, по-моему, с машиной. Машина, наверное, сейчас задний ход даст. И они, по-моему, за ней побегут. Куда она, по-моему, бомбанет. Правильно я помню, неправильно я помню. Сейчас она, наверное, туда прям врежется, короче. Завести надо тачку. Завести грузовик. Ага, смотри. Прикинь. Ба-бах! Только, правда, взорвалось где-то чуть сбоку что-то. Сама машина завелась. Бывает, что такое. Что, такого не бывает, что ли? Все, задание выполнено. Контрольная точка. Так, нам с тобой нужно что узнать было? Частоты. Да, ребята. От командира вам люто влетит, чтобы за грузовиком-то не усмотрели, как он у вас сам уехал. На базе, наверное, никого нету, да? О, Falcon. Подожди, а мы с тобой частоты не узнали. Мы с тобой не узнали частоту датчика, передатчика. На лифте, наверное, поехать надо, да? Поехали. Хорош, прям геймпат. А как у меня... Как у меня спали... А-а-а, вот он, здорово. Они даже не стреляют, смотри, они просто кричат, тревога, и все говорят. Им даже чисто вообще фиолетово на меня. Они даже не стреляют, не собираются стрелять. Они же мне не враги, помнишь? Так, сейчас мы с тобой. Сарж. Понятно. Все понятно, братан, все понятно. Смотрю. Хоффман, что... Хоффман, он все в порядке, братан. Он просто решил немножечко отдохнуть. Узнать частоту датчика. Все, узнали. Слушай, транспортную частоту... Теперь тебе пора сматываться. Надеюсь, мне это удаст. Вертолет Фолкина готов к оплеву. Если я остановлю его, то смогу захватить вертолет, и никто не скроет. Поличный план, удачи тебе. Заня выполнена, контрольная точка. Все. Все чикнули, ребятушки. Так. Хорошая работа. Лиан Ксинг. Ксинг, она, наверное, епошка, да? Она уже у нее глаза немножко растянуты, она узкоглазая. Азиаточка. Да, знаем мы таких шестигранных азиаток. Так, все. В принципе, вроде как миссия закончилась. Практически 40 минут, ребят, но мы вроде как совершили, да? Или не завершили? Или нет? Че, к нему надо подойти? Нет? А, все, вот, смотри. Ладно, мне надоело ждать. Когда агент Холман придет, пусть свяжется прямо со мной. Я дам ему дополнительные инструкции. Если придет, приползет. С одной ногой. Хе-хе. Только так. А этого че надо с ним сделать? Кокнуть его? Отдыхай, братан. А его не надо убивать-то, нет, разве? Я просто не помню. А, нет, не надо, видимо. Тереза. Окей. Так я же улетел. А че она... А че она... Она же улетела. Ты видела, она на улице стояла? Посмотри, перемотай. Она на улице стояла. Как это так? Она стояла на улице, ты видел? Там стояла бабища, вот она стояла. Я как-то улетела одновременно. Это клон ее, наверное, был. А вторая решила остаться. Все понятно. В общем, ребятушки, пока что на этом все. В принципе, особенно с хардкором, с скрытыми миссиями. Пока что, мне так кажется, что, по-моему, закончила. Мне так... Да? На всю игру, по-моему, целиком сейчас уже закончилась. У нас вроде не будет скрытых миссий. Или будут, наверное, где-то дальше. Намного дальше, по-моему. Сейчас будет проще все. Так что, пока что на этом все. Скоро увидимся. Не переключайтесь. Будет много всего крутого и интересного. С вами был Адширан. Как вам спасибо за внимание. До встречи. И пока-пока, ребятушки. Будет очень здорово. Всем пока. Не переключайтесь.